Кирпич за кирпичом. И так будет возведена колокольня. Высота почти 37 метров. Она и четыре столетия назад была в этом месте. Строили при Иване Грозном. Но в 30-м году 20-го века всё разрушилось. Когда взрывали Успенский собор, массивная часть здания упала на колокольню. Исторически по фотографиям мы восстанавливаем точно так же, в такой же архитектуре, как она и была. Вы можете увидеть фотографии на стенде, какой она была. Никаких изменений, никаких модернизаций, никакой подмены архитектуры. Всё будет в том стиле, в котором она была воздвигнута в 17-м столетии. Сохранилась часть старинного фундамента 16-го века. На историческом основании и будет возвышаться колокольня. Восстановление началось в 2019 году. Тогда не хватило ресурсов. А ещё строительство остановилось из-за пандемии. Сегодня помогают жители региона и благотворители из Брянска. Сейчас мы планируем съездить в один из городов русских, это Тутаев, на завод, производитель колоколов. И там что-то уже посмотреть, что нам больше всего подойдёт. Ну и посмотреть, и послушать. Можно там будет и позвонить готовые колокола. И, зная свою площадь, звонец, которая будет наверху, зная, сколько веса она выдержит, уже по этим параметрам мы будем подбирать количество, массу колоколов, звуки, так сказать, звукоизлечения. Восстановление колокольни дополнит ансамбль Свенского Успенского собора, главного храма монастыря. И спустя почти сто лет это место вновь приобретёт вид, который был более четырёх столетий назад при царе Иване Грозном. Армен Марукян, Анатолий Чикрыгин, Брянский район.